доброго времени суток друзьям сегодня я хочу продолжить свое ознакомление и изучение проектов связанных с gta 5 как видите у нас сейчас на обзоре остров или как здесь принято говорить штат антарис с этими проектами знакомо очень мало это третий проект на которую я захожу поэтому меня тянет и изучить посмотреть все механики все что можно использовать в этой игре как здесь развивается rpg данный проект я выбрал вообще абсолютно случайно просто открыл список серверов ткнул в первый попавшийся и вот мы на острове или в штате антарис ну и вот нас встречает уже знакомая мне по крайней мере по проекту drive rp менюшка выбора персонализации нашего героя меню выглядит поскромнее чем на том же drive rp но все равно этих функций вполне достаточно чтобы сделать своего персонажа таким как вы хотели увидеть в игре если много забавных вот как это например выбритая грудная часть также много всяких бородавок ран царапин тому подобное ладно делаем персонажа заходим в игру игра встречает приятного вида менюшкой с разъяснением как и что надо делать на данном острове какие есть механики управления ну и тому подобное для новичка типа меня подобные вступительные разъяснительные таблички просто очень необходимо и я рад что они есть на этом острове они меня встречаются в начале игры но здесь это выполнено чуть чуть поскромнее чем на предыдущем моем обзоре где надо было не только ознакомиться с механикой действий но еще и сделать некие манипуляции связанные с заданиями чтобы понять как вообще все работает на этом острове следующая смотрите в самом начале игры мне дается машинка и опять же таки ознакомительная табличка разъясняющая нам как управлять этим транспортом какие клавиши взаимодействия как заходить в меню автомобилей ну и тому подобное но это ладно это мы уже посмотрели радует то что на самом старте игры у нас есть какие-то колеса до автомобильчик конечно выглядит жутко ничего подобного стандартные стоковые гташки я не видел по моему какая-то добавленная модель но я могу ошибаться но как я уже сказал радует то что на самом старте игры у меня есть колеса и как на предыдущем проекте который я обозревал не надо бежать самого начала пешком или там гнать на велосипеде у вас хоть какие-то колеса но есть да нашу шумно она не быстрая но она есть и насколько я понял у нее нет багажника ну и коли я упомянул багажник то надо сказать что на этом проекте у машин прописаны некие багажники выглядит это конечно же графически очень простенько в виде сеточки с изображением некого количества слотов которые мы можем помещать всевозможные предметы про предметы здесь есть развитая система крафта и предметы которые мы получаем можно перевозить и хранить в машине эта схема очень похожи и напоминает мне армазку где тоже вы подходите к машине взаимодействуйте с ним у вас загорается вот это меню багажника со слотами и подобное на этих проектах я увидел впервые но в дальнейшем я вам все покажу давайте пока по порядку пока я ехал к мэрии решил подбежать какому-либо попавшемуся мне дом и посмотреть хотя бы приблизительно какие здесь цены ну видим что жилье убитая да ну понять сколько она будет стоить очень важно увидим да что он сколько она стоит и вот здесь есть очень важно видите последняя надпись мастерская вот насколько я понял на данном моменте как раз вот эти вот детали крафта и нужны для того чтобы крафтить в мастерской то есть для этого нужно купить дом именно с мастерской ну менюшка персонажа выглядит вот так примерно так же выглядит и меню автомобиля но она загорается правее это я тоже потом покажу и то есть мы можем переложить наши вещи в меню автомобиля то есть багажник но надо сказать что вообще самого начала этот проект удивляет меня какими-то штуками которых я до цели еще не видел какие-то добавлены фишечки интересные детальки интересны сейчас вот мы подъезжаем к мэрии я покажу как выглядит здесь работа работа здесь тоже меня удивило потому как я еще новичок я не знаю может быть это и нормально для всех остальных проектов но здесь это как-то очень сильно развито очень не понравилось мне что рп здесь происходит вот так вот пожалуйста подъезжает полицейский точно так же как и простой игрок по лестнице бросил машину побежал ну с первых же минут виды что никакого в общем то рп здесь нету скорее всего это такой фановый проект на который можно зайти в беспределить побегать и все ну а вот пожалуйста вам выбор работ посмотрите как много здесь представляется работа и фишка в том что пока вы не выполните все вот эти вот задания связанные с работами с беготнёй в общем по острову вот кстати предлагают мне уже оружие дальше вы не пройдете вам надо получить как минимум второй уровень каждый вот из этих вот работ которые вам предлагает вот этот вот нпс стоящего возле мэрии как я сказал с рп здесь какая-то хрень ну вот как видим да бардак вот это тут постоянно машины спамится все время подходят какие-то люди предлагают какую-то хрень я не успел подъехать как ко мне подошел человеку на этом машинке смотрите ну какая нафиг машинка я только-только зашел бы попытался человеку объяснить что я еще кепка я только-только зашел не он не отстал то есть здесь люди занимаются какой-то хренью непонятно именно срочно я только-только зашел что у меня вот это разбитая корыто он уже не предлагает новую тачку дорогую ну то есть рп здесь какое-то недоразвитая все гоняют но в дальнейшем это покажу какой-то бардак полиции ни на что не реагирует чем здесь занимаются люди абсолютно непонятно но точно знаю что очень многие охотятся за крафтовыми предметами а крафтовые предметы здесь выпадают тоже из рабочих мест и сейчас я это вам покажу вот я взял работу электрика и мы выдвигаемся на точку работы . работы то же самое как и на драйв рп точно в этом же месте точно также там мы работали электриком ну и здесь эта точка тоже не изменена тоже работа электрика находится здесь ну паркуемся и идем посмотрим как выглядит это здесь вообще как выбрана эта точка мне нравится еще с первого проекта на который заходил мне понравилось как атмосферно здесь все выглядит но как видим нпс здесь не стоит здесь просто триггер заходим опять табличка разъяснительная предлагающая нам устроиться здесь на работу в общем-то ничего сложного нету нажимаем начать работу и все мы на работе костюма как видите здесь нету то есть мы работаем в своей же одежде ну а все остальное почти что почти что так же как и везде но за небольшим исключением посмотрите заходим на триггер и нам подстоит выбрать видите три сломанных предохранителя надо запомнить где они находятся и когда страничка переворачивается надо просто их повторить видите опять дается три сломанных предохранителя загораем выбираем те которые сломаны все работа выполнена и так далее есть небольшой лайфхак можно мышкой пометить один и вам остается запомнить всего два и вот в этот момент когда вы работаете вам выпадает некие элементы на данном объекте выпадают провода за которыми здесь все и гоняются пока я не знаю для чего эти провода нужны но как я уже сказал предположительно что-то крафтить вот в этих мастерских которые я показывал в начале ролика дом без мастерской а нам надо будет купить видимо дом с мастерской и там что-то крафтить еще одно очень весомое отличие от предыдущих проектов это выскакивают таблички обозначающие что вы прокачали определенный level и да это о том что ваше задание выполнено то есть есть интуитивность теперь мне надо бегать все время проверять какой у меня уровень проект я говорил на предыдущих проектах что вот этого очень очень не хватает здесь же это выполнено ну все мы поработали добыли декое количество проводов провода выпадают абсолютно рандомно ну вот вы слышите это те самые люди про которых я говорил охотники за ресурсами подожди и стой провода продавай продавай где-то за 300 за 350 дешевле не продавай вообще за 200 скупали за 200 не продавая тигрю есть человек есть люди которые дороже берут ну вот как я и говорил здесь очень много людей охотятся вот за этими ресурсами ресурсы выпадают на всех видах работ ну почти на всех видах работ тут у меня она падала проводов для чего эти провода я не знаю поэтому я не стал жадничать и продал ему он мне предложил 2 800 торговлю происходит вот так он не переводит деньги я бросаю на полу провода они выглядят в виде сумки и все на этом сделка завершена подобный вид сделок прописано правилами острова если вы попробуете обмануть например да вам он перевел деньги а вы провода не бросили ну все если он это записал ждите бана вас отсюда выгонят здесь правило нарушать нельзя ну и что касаемо работы да мы такую работу уже виде электрика бегать по точкам и делать некие манипуляции и как вы заметили здесь добавлена фишечка то есть разнообразие чтобы вам не было очень скучно вам предложено такая менюшка в которой вы запоминаете сломанные предохранители потом их выбираете из-за чего есть некий элемент разнообразия ну да ладно мы возвращаемся обратно к мэрии видим что наше задание уже учтено все выбираем следующее по списку можно не по списку можно следующее выбрать который вам будет ближе по душе далее что не понравилось эта карта если на предыдущем проекте когда мы берем какое-то задание в мэрии автоматически прокладывается маршрут здесь же надо интуитивно догадаться где находится эта работа по иконкам догадаться очень сложно ну ладно мы нашли работу маршрут проложился подъезжая и вот эта работа мне показалось очень очень скучно из такой заурядный что ли никаких фишек в этой работе нету ну сейчас я вам все покажу но про атмосферность происходящего я думаю даже говорить нечего это gta 5 здесь все атмосферно куда не поставь любую точку работы все будет выглядеть красиво и аккуратно ну видит такое же меню отсутствие npc к сожалению не мешало бы поставить было бы на самом деле наверно покрасивее ну и все приступаем к работе бежим на триггер видим некое количество ящиков автоматически подхватывается ящик и бежим к вагону к второму триггеру все вся работа на этом заканчивается то есть вот этот момент мне не понравился здесь нет никакого промежуточного действия просто берем ящик бежим грузим возвращаемся за вторым ящиком и все тоже сам работа очень скучно и можно заметить что здесь очень-очень мало людей эта работа видимо здесь тоже не ценится из-за своей скукоты ну все получаем второй уровень и бежим увольняться уволились едем обратно к мэрии ну и вот это рабочее место нам показало что все-таки не все здесь так и уникально как хотелось бы есть все-таки скучные виды деятельности как вот это вот работа грузчика но ее надо сделать потому что она не пропустит дальше имеется ввиду не выполненная работа но опять возвращаемся к мэрии здесь как вы уже наверно поняли все опять завязано на мэрии но с подобной схемы я другого решения на самом деле не вижу наверное по-другому просто и не сделать ну вот возвращаемся опять к мэрии выбираем табличку и как видите я их выбрал не по порядку сначала я взял работу грузчика и только потом задание купить одежду и вот тут есть небольшой косячок как я уже говорил автоматически маршрут не прокладывается а найти магазин в котором одежда тебе подходит по бюджету не так просто магазинов много но они все дорогие а вот этот магазин я проситил самым последним то есть придется какое-то время поколесить чтобы понять в какой магазин вообще тебе надо ехать то чтобы ну по деньгам было тебе доступно потому что в магазин который я заходил там все от 20 до 25 тысяч все шматье продается и вот бюджетный нашел вот этот магазин ну тут все понятно берем любую одну шмотку и задание считается уже выполненным ну естественно опять возвращаемся к мэрии и вот по пути к мэрии я хотел бы показать вот такое рп здесь происходит какой-то бардак вот полиция вместе со всеми бьется об машины никакой реакции полиции нету проскочил всех побил полетел дальше что за рп для меня это вопрос и это не единичный случай дальше я покажу такое происходит здесь сплошь и рядом как играется рп для меня огромная загадка я действительно не понимаю что это за проект все ездят так называемом пассивном режиме то есть полупрозрачный хрен знает ни черта не разберешь но тем не менее мы вернулись видим что задание нам засчиталось надо выбрать следующее задание и приступать к его выполнению ну и как видите я взял новое задание работы здесь очень и очень много работа выглядит уникально это бы мне и хотелось показать работа разнообразная видов работ очень много видов прокачки очень много но все это я наверное я покажу вам в следующей серии а на этом у меня все увидимся в следующем видео всего вам доброго а